здравствуйте друзья с вами Татьяна Прокопенко и в этом уроке мы приступаем к настройкам нашего блога мы его уже зарегистрировали в прошлом уроке и прежде чем начать настраивать блог нам нужно убедиться в том что мы находимся внутри блога как автор они как посторонний пользователь я уже рассказывала в прошлом уроке что если у вас несколько почтовых ящиков на сервисе gmail при работе с блогом нужно обязательно выйти из всех этих ящиков кроме того единственного на который зарегистрирован ваш блог для того чтобы не было путаницы и самое главное чтобы вас не выбрасывало из блога еще одна возможная ситуация если вы случайно вышли и из той почты на которой зарегистрирован блог в этом случае в правом верхнем углу у вас будет написано создать блог и войти именно это означает что вы находитесь на блоге не как автор а вошли как посторонний пользователь в этом случае вы ничего не можете делать на блоге на главной странице у вас нет значков настроек значков инструментов и собственно нет панели инструмента вот здесь то есть возможности для редактирования блога в этом случае тоже нет если вы видите такую картинку то поправить это очень просто нужно нажать на кнопку войти здесь мы снова в правом верхнем углу нажимаем войти и в открывшемся окошке мы вводим адрес почты на которую у нас зарегистрирован блог нажимаем кнопку далее вводим пароль снова нажимаем далее и теперь мы уже попадаем в блог как автор убедимся в этом нажмем посмотреть блог смотрите теперь на главной странице блога мы видим значки инструментов в верхнем правом углу мы видим ту почту на которую регистрировали блог на панели инструмента у нас есть теперь кнопочка написать и кнопочка настроить то есть это кнопки с которыми мы можем редактировать блог и писать сообщение на блоге и в правом верхнем углу у нас есть кнопка выйти обратите на это внимание это главные признаки того что вы находитесь на своем блоге как автор и теперь мы можем приступить к работе над самим блогом и первое что мы сделаем это настроим профиль профиль это вот этот блок там где написано обо мне здесь уже стоят ваши имя и фамилия мы их прописали в прошлом уроке при создании блога как отображаемые имя и фамилия единственное обязательно проверьте что имя и фамилия написаны правильно без ошибок и обязательно на русском языке теперь мы заходим в профиль для этого мы нажимаем на ссылку просмотреть профиль или на имя и фамилию здесь разницы нет в любом случае мы попадем в настройки профиля я рекомендую открывать в отдельной вкладке чтобы главная страница у нас тоже оставалась в работе нажимаем правой клавишей мыши открыть ссылку в новой вкладке итак мы находимся в профиле блога здесь пока еще нет фотографии и есть только название нашего блога начнем работу над профилем для этого нажимаем на кнопку изменить профиль левой клавишей мыши переходим настройки профиля и видим что некоторые настройки здесь уже выставлены по умолчанию и мы сейчас проверим какие настройки нам нужны а какие мы можем не указывать обратите внимание что справа у вас есть пояснение каждому пункту поэтому если что-то непонятно читайте и вы поймете что имеется в виду первая настройка показывать мой профиль обязательно ставим здесь галочку если она у вас не стоит поставьте дальше показывать мой адрес электронной почты здесь мы галочку не ставим адрес электронной почты и другие контактные данные мы будем указывать в другом месте блога там где это будет более удобно вашим читателям и об этом мы будем говорить в одном из следующих уроков дальше показывать сайты за которыми я слежу здесь вы можете оставить галочку следующий блок это персональные данные они тоже выставлены по умолчанию в первых двух графах имя пользователя и адрес электронной почты здесь выставлена почта на которую зарегистрирован блог и третий пункт это отображаемое имя обратите внимание если у вас допущена ошибка в имени и фамилии или они у вас написаны неправильно на английском языке или как-то по-другому на этом этапе вы можете поправить еще раз повторю что имя и фамилия должны быть написаны только на русском языке и конечно же проверьте чтобы это было без ошибок и первые буквы чтобы были заглавные тогда все будет выглядеть профессионально и правильно на этом пока все с вами была татьяна прокопенко до встречи на следующем уроке а